Каждый день люди сталкиваются с погодными явлениями. Некоторые являются безобидными, нейтральными для человека, другие завораживают своей красотой, а третьи представляют собой такую опасность, которую с опытом люди научились миновать. Но как быть, если в небе феномен, который ты видишь абсолютно впервые? Оно сейчас нас всех убьет, или это просто гипнотизирующе-провосходно? С вами канал ТОП ФАКТС, и это самые необычные явления, снятые на камеру. Мощь природы безгранична. Порой катаклизмы являются тому прямым доказательством, а другой раз, достаточно лишь поднять свою голову и посмотреть на небо. То, что вы сейчас видите, называется Ундулатус Аспиратус, или же просто Аспиратус. Ученые заметили, что облака Аспиратус стали появляться частенько в начале 21 века, и несмотря на свой устрашающий вид, образование таких облаков не сопровождается грозой и ураганов, в отличие от их ближайших родственников облаков Ундулатус. Дословно, облака Ундулатус Аспиратус переводится как «шероховатые» или «волнующиеся волны», что, в принципе, и заметно по их виду. И знаете, если вы вдруг хотите это увидеть, то отправляйтесь прямиком в Соединенные Штаты Америки, где это явление происходит невероятно часто. Однако, если какие-то облака могут быть просто устрашающими, то другие бывают... квадратными. Именно такой феномен совсем недавно заметили американцы, которые вышли просто на улицу. При этом диаметр таких облаков составлял, не поверите, несколько километров. Разумеется, сразу же часть пользователей стала склоняться к причастности НЛО. Ну а вторая половина решила списать это на проделке H.A.R.R.P. Это такая программа, которую запустили в США чуть более 20 лет назад, для того, чтобы изучить ионосферу и природные условия. Но совсем недавно проект закрыли, а американские жители до сих пор приписывают ей этот феномен. Если верить официальному источнику, то одна из ракет НАСА летела обратно на Землю, как вдруг совершенно случайно в объективы камер попался вот этот вот непонятный объект, напоминающий птицу. Но, само собой, как вы понимаете, на такой высоте их просто быть не может, поэтому летчики стали склоняться ко мнению, что им удалось заснять настоящего ангела. Фотография была выложена на их официальный сайт, и с того момента многие стали принимать это и правда всерьез. И знаете, какого-то рационального объяснения лично я найти не могу. Если вы другого мнения, то обязательно пишите об этом в комментарии. Обычный водитель из Америки по пути домой совершенно случайно увидел облако, напоминающее ангела или же феникса, парящего над землей. Само собой, мужчина тут же взялся за камеру, чтобы сфоткать это чудо света. То, как говорит он сам, без доказательств ему бы вряд ли кто-то поверил. Водитель уверен, что это самое удивительное и интригующее явление, которое ему встречалось за всю его долгую жизнь. О, но знаете, друзья, порой бывают и достаточно реально жуткие явления. Именно то, что вы видите сейчас на своих экранах, люди называют кровавой луной. Происходит такое явление во время затмения. И хотя, знаете, даже затмение в целом это уже особенное явление, а кровавая луна это всегда вызывающая страх и ужас у человека. Отчасти это обусловлено религиозными факторами и верованиями высшие силы. Древние полагали, что луна в этот момент обливается кровью от ран, полученных от нечистых духов. В Древнем Китае считали, что во время затмения луну пожирает дракон. Египтяне усматривали в этом козни злого бога Сета, а древние немцы верили, что луну пожирает гигантский волк. А в районе штата Колорадо очевидцы сняли на камеру мистическое кольцо, внезапно появившееся в небе. Этот черный круг напоминает гигантское кольцо дыма, но служба местной пожарной охраны заявила, что никакого пожара в тот день не наблюдалось. Метеорологическое бюро тоже проинформировало, что кольцо, похоже, никак не связано с погодой. Далее ситуация стала накаливаться все больше и больше, когда стало выясняться, что подобные случаи происходят и в соседних городах. Если среди вас есть те, кто уже давненько смотрит наши выпуски, то вы должны помнить, что подобное явление было и в Казахстане, и в Москве, и в Диснейленде, но так никто и не понял, откуда же они могут появляться. Да уж, не сними это люди на камеру, поверить в произошедшее было бы просто невозможно. Но что это было, остается полной загадкой. 29 декабря, около 9 часов вечера, одна женщина сделала случайную фотографию, на которой в небе красовался неопознанный синий объект. Вскоре другая девушка тоже обратила на это внимание и сделала свой снимок. Она тут же позвала на улицу всех своих родных и близких, чтобы те увидели это собственными глазами. Объект настолько сильно привлек внимание семьи, что ими было принято решение сесть в машину и отправиться прямиком за ним. И уже через пару километров погоня за НЛО закончилась. Объект, казалось бы, упал в океан. Заинтригованные свидетели позвонили в службу экстренной помощи, чтобы попросить проверить, не было ли это какой-то авиационной аварии. И когда туда приехали полицейские, свидетели заметили другой объект. Он был белого цвета и направлялся в абсолютно том же направлении, что и синий. Ох, не знаю как вы, но мне кажется, я начинаю верить в пришельцев. Один молодой парнишка ехал на своем велосипеде. Решил сделать остановку и посмотреть по сторонам. Как вдруг, совершенно случайно, в небе он заметил танцующий луч света. Он то появлялся из гуще облаков, то снова пропадал в их тени. Что это было, так и не удалось узнать наверняка. Вероятно, это можно объяснить с точки зрения физики. Поэтому, если тут есть какие-то физики среди вас, то жду ваши теории в комменты. Ох, а вот следующее видео объяснить вот так вот просто не получится. Пилоты коммерческих авиакомпаний заявили, что несколько раз видели кого-то или что-то на высоте в 900 метров. В ходе расследования было несколько теорий того, что могли увидеть пилоты. Основное заключалось в том, что неопознанным летающим объектом был человек с реактивным ранцем за спиной. Но подтвердить это предположение без каких-то доказательств было просто невозможно. Ну а сами пилоты, в свою очередь, не были уверены в том, что видели именно живого человека на такой высоте. В некоторых случаях летающий объект был от них слишком далеко, а в других слишком высокая скорость не давала им хорошо его рассмотреть. Более 80 техасцев заметили огненный шар, который, по данным НАСА, был лишь одним из пяти метеоров, пролетевших над США в тот вечер. Огненное небесное тело пронеслось над побережьем, став видимым на высоте в 77 километров. Исследователи объяснили, что огненные шары — это такие метеоры, которые ярче Венеры, поэтому теоретически они видны даже при дневном свете. Эту яркость обеспечивают большие размеры небесного тела и огромная скорость, которая создает сильное трение при соприкосновении с атмосферой Земли. Еще одно очень необычное природное явление засняли очевидцы в бразильском городе Тейшера-де-Фрейтос. По форме облако напоминало стремительно несущийся к Земле астероид. В общем и целом все рассмотрели в облаке что-то ужасное, несущее катаклизм и разрушение на Землю. И знаете, как-то неудивительно, что увиденное сильно напугало жителей города. Кроме того, очевидцы не исключали возможности формировавшегося торнадо. Да и вообще как-то непонятно, простая это игра природы или нечто, возникшее в том числе и по воле человека. Ой, ну не только ведь ужастиками мы будем друг друга пугать, верно? Вот вам, например, и кое-что более светлое, более радужное в прямом и переносном смысле этого слова. Очевидец снял на камеру потрясающий феномен, внешне напоминающий радугу, только размытую по небу и тянущуюся по горизонту. Да уж, очень красиво. Смерч. Это атмосферный вихрь, о котором каждый слышал и не один десяток раз. Поэтому рассказывать о его опасности нет абсолютно никакого смысла. Но вы когда-нибудь могли себе представить, что где-то, как это произошло в Мексиканском заливе, возникнут сразу шесть таких смерчей? На записи можно увидеть, как шесть вихрей на фоне грозовых облаков одновременно устремляются высоко вверх от поверхности залива. И по информации из соцсетей, изначально смерчей было и вовсе девять. Как правило, водяные смерчи возникают все же в тропической зоне, и в среднем период существования таких монстров от 15 до 30 минут. А диаметр такой воронки достигает до 200 метров. Только вдумайтесь в эту цифру. Благо, хоть то, что водяные смерчи вращаются вдвое и даже втрое медленнее классических. А это массивная вспышка красных спрайтов осветила небо над мощной грозой, которая произошла одним вечером в Словакии. И знаете, это действительно необычно наблюдать столько взрывов в одно время. Должно быть, это была чудовищная электрическая буря. Красные спрайты представляют собой вспышку, возникающую в результате электрического разряда в атмосфере над грозовым облаком на высоте от 50 до 90 километров. Такс, ну и последним на сегодня явлением, снятым на камеру, будет всеми известная шаровая молния. Как всеми известная, так и всеми неизвестная. И знаете, о ней можно было бы записать отдельное видео, настолько-то много всяких разных нюансов. Но пока что ограничимся лишь парой фактов. Шаровая молния живет примерно 10 секунд. При движении она часто издает негромкое потрескивание или шипение, а самыми распространенными ее цветами являются красный, оранжевый, желтый, белый и голубой. Световой поток от шаровой молнии в среднем сравним с тем, который спускает электрическая лампа. И отвечая на самый первый, возникающий у незнающего человека вопрос, да, шаровая молния имеет форму шара. Хотя бывает, молния принимает и форму капли, а иногда даже груши или какого-нибудь публика. Такс, друзья, ну а на этом сегодня видео подходит к концу. Если вам нравятся подобные выпуски, подобная рубрика, то дайте об этом знать в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал Топ Фактс, посмотреть предыдущие выпуски рубрики Топ Фактс Блэк, которые прямо сейчас появились на ваших экранах. Топ Фактс